Евгений Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста. Кудрин заявил о том, что в ближайшее время ожидается снижение уровня жизни россиян. Кроме того, есть заявление о том, что вероятно к концу года снизится и ВВП, и разгонится инфляция. Вероятно, даже до 6%. Что, собственно, естественно, если снижается курс национальной валюты. Прокомментируйте, насколько это верный прогноз, попадают ли они с вашим мнением. И самое главное, а что будет в этом случае с указанием президента о повышении уровня жизни? Ведь он это говорил совсем недавно. Он об этом постоянно говорит. У меня в руках, например, стратегия 2020, в соответствии с которой реальные доходы населения Российской Федерации сегодня должны быть. Были бы там они как раз в долларах обозначены президентом. С учетом сегодняшнего курса это должно быть было бы где-то около 85-90 тысяч рублей. Это указ президента, который утвердил стратегию, то есть указ. И мы сейчас должны, среднюю зарплату у нас должно быть 80. Это значит, те, кто... Средняя зарплата, да, это значит, что приблизительно в два раза... Вот у любого человека в России сейчас зарплата должна быть в 2,5 раза больше, чем она у него есть. Ну, как бы, если мы говорим о средней ставке. И это документ, который предписал такого рода события к 1 января этого года, то есть 2 месяца назад, уже должно было наступить. У кого оно не наступило, те лично в своем кармане свидетели отсутствия полномочий у президента. То есть возможности реализовать те задачи, которые он поставил. И в свою очередь эти люди должны посмотреть на себя в зеркало и сказать, Я, Иванов Иван Иванович, не дал президенту полномочий, поэтому у меня зарплата сейчас в кармане средняя. То есть сейчас у меня зарплата в кармане в 2,5 раза меньше, чем она должна была бы быть. Поэтому если я хочу, чтобы у меня она была в 2,5 раза больше, Я лично должен поменять свое решение 1993 года, выраженное на всероссийском голосовании за конституцию 1993 года, содержащую полномочия президента и принцип управления российской системой власти извне от Соединенных Штатов Америки. То есть принцип отсутствия верховенства российской конституции в российском правом поле, как сказал Владимир Владимирович Путин в своей речи от 15 января. Абсолютно правильно. Но при этом, вот оно голосование, оно будет 22, ну скорее всего будет 22 апреля. Если оно случится 22 апреля и народ поддержит, но ведь это же не значит, что за один день ВАХ и российская экономика выросла. Видно, что это случится? 22 апреля, например, будет начало процесса восстановления суверенитета. Дальше вы спрашиваете, сколько потребуется времени? Я вам говорю, что процесс роста доходов, то есть процесс восстановления суверенитета, он разбирается на несколько параллельных процессах. Так вот, можно организовать удвоение роста доходов в течение приблизительно где-то полугода, года. Это можно сделать удвоение роста доходов. И все, утроение уже нельзя. Потому что удвоение роста подразумевает просто сокращение прямых выплат дани и оставления их в распоряжении российского бюджета и российской экономики, и, соответственно, выплаты населению. Как это технически будет происходить в переходный период? Для бюджета понятно, что восстановление суверенитета означает, что Центральный банк России на следующий день после восстановления... Да, даже, может быть, учитывая, как боятся они Путина, видите, Совет Федерации аж в воскресенье собирается, который до этого вообще никогда так не торопился. Как-то сенаторы, которые бегут в воскресенье, я такого не представляю. То Центральный банк соберется вечером, например, того же дня, ну, там, плебисцит, потом определенное решение Путина, публикация данных, и вечером обнулить процентную ставку. Либо с этим руководством Набиулина, либо с другим руководством, это уже другой технический вопрос. И дальше автоматически нулевая процентная ставка, это же нулевая ставка, это не экономическая политика. Вот у нас ошибочно, и Крашенинников обратил внимание на мою поправку обнуления процентной ставки, когда докладывал закон о Конституции. Причем два раза он обратил внимание, и при втором чтении доклада вы вырежете, найдите, и при третьем. Так вот, нулевая процентная ставка, это не экономическая политика. Это политика права народа, нации, государства и предпринимателей на доступ к экономическому воздуху. То есть, вот, право дышать, это, это как бы политика здравоохранения. Нет, это, это часть жизни, да, право человека на жизнь. Вот точно так, право нации на жизнь означает право нации на национальную валюту. Право нации на национальную валюту означает право кредита. Из кредитора первичной инстанции, это центральный банк, по 0%. То есть, вы сейчас говорите о том, что центральный банк, может, кстати, вот нам рассказывают все время из-за инфляции, а может быть, даже не из-за инфляции, а может быть, просто руководствуемся целями дохода центрального банка. Мы же это не знаем, может быть, меняет процентную ставку, тем самым ограничивает экономику. А вообще он, вообще не должен этим заниматься, он должен выдавать всем вот низкий кредит, а вот этим всем уже под нулевым. Он должен давать банкам, потому что субъекты его рынка, банки, по нулевой процентной ставке. Потому что ему эти деньги ничего не стоят, это его услуга. Пошел, напечатал деньги, причем они ничего не стоят по содержанию, а он выдает их в кредит под залоги банковской системе. И, соответственно, банковская система, получив свою маржу, уже раздает в экономику. И это понимали все. У нас вообще в истории нашего народа никогда не было процентных ставок, таких, как сейчас, никогда. То есть это только после 1991 года. Объясняю свою мысль. В период царской России процентная ставка, ну, во-первых, регулировалась внутренними решениями. Ну, мы знаем первое официальное государственное решение, это указы царя. Указы царя, как вы знаете, носили характер Конституции. Ну, да, конечно. Это единственный закон, да, и сам. Да, другого не было. Это указы, уровень Конституции. Указы губернаторов были так. Так вот, указы царя, определяющие верхнюю границу конечного кредита, не начального, тогда уже было золотые же деньги. То есть там, грубо говоря, деньги стоили в их производстве, а сейчас ничего не стоят. Так вот, тогда Елизавета Дещель Петрова издала известный указ, на нее тоже были, но это как бы официальный известный указ о том, что ставка на выходе, что в Российской империи, короче, указ, нельзя кредитовать кого-либо, кому-либо дороже, больше, чем под 6% годовых. Вот никому нельзя было давать кредит дороже. С совершенно всех наценок, там, ничего-чего-то. Просто, вот в моменте, если старуха-проценщица дает кредит какому-то другому Васе, и этот кредит, а он же оформляется бумагой, либо купеческим словом, и этот кредит дороже 6% конфискация имущества. Это в указе царя, царицы конфискация. И эти указы повторялись всеми царями потом. В Советском Союзе, ну, вы понимаете, кредит там больше 2% вообще не выходил. Там были другие методы регулирования, но то же самое. То есть, единственное, мы сейчас имеем, а что это означает? Это означает запрет нации на инструмент своей жизнедеятельности. Ну, грубо говоря, вот вы, Роман, у вас организм состоит из разных важных элементов. Голова, руки, ноги, желудок, селезенка, печенка. Есть печенка? Есть. Вот. Все вот важные элементы. Так вот, для любого государства, элемент государства, любого, наличие, вот считайте, как печенка, да, наличие права на национальную валюту. Это право обеспечивая функционирование государства. Если у вас этого права нет, значит, вы не имеете полноценного государства. Как вот человек, не имеющий печенку, он неполноценный человек, он инвалид, так называется. Вот государство инвалид не имеет права на национальную валюту и пользуется чужой. Вот у человека, у которого нет, там, не знаю, какого-то органа, это значит, что он пользуется чужим органом. Там, вместо, допустим, если у него почек нет, он ходит с таким аппаратом на спине, который ему чистит кровь. Это чужой орган, понимаете, он таскает его на спине. То есть, это человеческий орган, то же самое любой государственный организм. Нет этого элемента, вы инвалид. Вот российское государство с 1991 года не имеет этого элемента. Оно, ну, оно инвалид. И почему мы говорим, что оно не имеет суверенитета? Потому что эту функцию, оно, ему замещают иностранные государства. А именно, Соединенные Штаты Америки с ФРС и долларом. Ну, и евро туда добавляется. Соответственно, нулевая процентная ставка, это просто право организма на жизнь. Я так и докладывал на комитете Кришининникова, найдите мой доклад, и вы можете разместить. И там никто даже не смог возразить. То есть, ее отложили, убрали эту поправку там не по существу. То есть, сказали, что не туда и не так, а надо в другом месте и по-другому. Но суть от этого не меняется. И Кришининников ее запомнил. Два раза ее повторил с трибуны. А другие не повторял, а там поправок 300 штук, чтобы было понятно. То есть, борьба идет за конкретику. Так вот, это право на жизнь. Что означает, когда у вас нету почек? Вы тащите на спине вот этот аппарат гемо... Забыл, как он называется. Который чистит вам кровь. Что делает государство, у которого нет права на валюту? А высокая ставка не позволяет рублям попасть в экономику страны нормальным путем. Ну, во-первых, разницу получает как прибыль Центральный Банк. Здесь вы правы. И содержим на это всех этих, значит, чиновников Центрального Банка. А самое главное, государство замещает этот орган чужими органами. Чужой орган это доллар, евро и другие, даже юань и другие валюты. Вот замещает. Соответственно, доход от нашей экономики поступает в чужую страну. Это прежде всего доллар. Половина доллара у нас там. Половина евро и 40% евро и 10% фунта. Вот заместители этого дохода. Вот кто получает дань через этот механизм. Предоставляя нам услугу своей валюты. Поэтому нулевая процентная ставка это просто набор государственности. Как спикет, держава, корона. А вот среди этого и право на национальную валюту, то есть нулевая процентная ставка. А вот экономическая политика это регулирование оборота финансовой системы и денег на территории соответствующей страны. А регулирование оборота это может быть своя история. Вот у нас процентная ставка там 7,5-7% была, например. А ставка конечная была 20%. Разница тоже будет здоров. Это уже регулирование. То есть вы создаете особые условия для оборота, требуете повышенные залоги или пониженные, или какие считаете нужным. И понятно, что вот регулирование может меняться от экономической конъюнктуры. А право на деньги должно быть просто услуга. Государство имеет такой у себя банк, а банк выдает ему такую услугу деньги. Все. Вот как имеет, значит, что там у нас кровь там производит? А вот организм... Мозг. Да, вот организм имеет костный мозг, а костный мозг производит кровь. И это его функция. И вот на этой функции, эту функцию этот орган и выполняет. Больше ничего от него другого. Он имеет печатный двор царя. Вот как раньше бы сказали. Все, вот он печатает деньги. Вот так и здесь. А нулевая ставка не позволяет... То есть, отсутствие налицовки не позволяет России иметь свою валюту. Она замещается иностранными долларами, которые, соответственно, имеют гибкую ставку. И там нулевая ставка. И напоминаю... Вот допустим, вот сейчас говорят кризис. Что предлагают наши... МВФ предлагает нашему банку. Как вы думаете? Поднять ставку нали? Да. А что, допустим, делает банки суверенных государств? Спускает ее. Да, например, Англия. В связи с коронавирусом и кризисом экономики, английский банк принял решение опустить ставку до 0.25. То есть, почти до нуля. То есть, проблема, что делает? Я опускаю ставку, потому что я работаю за счет своей экономики, за счет своей крови. Значит, я помогаю крови лучше обновляться. Что делает страна, у которой нет суверенитета? Она ставку повышает для того, чтобы чужая, темная, вражеская кровь ухудшила нашу экономику и улучшила экономику той самой крови. Это же не на халяву все. Конечно. Соответственно, еще раз, мы к вопросу доходов вы задали. Итак, суверенитет. На следующий день нулевая ставка. И нулевая ставка означает резкий поход в экономику денег под залоги, не на халяву. Резкий поход в экономику денег. Эти деньги в экономике обращаются, поступают в экономические зарплаты. Ну, не в государственные, а в экономические. Поступление туда большого количества денег, это что? Налоги. С оборота, НДС остался, налоги на доходы и все остальное. Эти налоги поставляют в казну. Наш расчет показывает, нулевая ставка это 65 триллионов рублей сразу в экономику. Из них порядка 12, 9-12 триллионов налоги в казну. Значит, казна получает не 24 триллиона, как сейчас, а плюс еще где-то там десяточку. Вот вам удвоение зарплат для учителей, врачей, полицейских, госслужащих и всех остальных. Вот вам указ Путина об этом. Ничего, все абсолютно реалистично и все реализуемо в течение полугода-года. Просто за счет суверенитета. А дальше уже пошла экономическая политика суверенного государства. То есть тут как бы политики нету. Тут конкретные разовые решения. А дальше пошла какая политика. А политика какая? Увеличение экономического оборота, увеличение объема залогов. Потому что экономика видит только залоги. Это промаркированные активы, промаркированные определенным образом. В виде собственности, в виде других показателей оборота рынка. И все, и у вас пошла экономический рост за счет этого. А это еще упитерение. То есть грубо говоря, у вас удвоение доходов населения. А потом в течение 5-7 лет пошло еще увеличение доходов еще раз в несколько раз. То есть грубо говоря, у вас график будет такой. Суверенитет, резкое удвоение доходов. А потом заработали уже экономическими шестеренки через какое-то время, полгода-год. И началось уже плавно, не такое резкое, как сразу, дальнейший рост доходов. До общих объемов российской экономики, грубо говоря, при минимальной нашей грамотности в экономических вопросах, где-то приблизительно до 15-15% мирового ВВП. А дальше уже начинает работать экономическая инвестиции. То есть вы начинаете строить заводы. Ту же нефть, которая сейчас ценнее упала, вы начинаете перерабатывать. Сейчас и она не перерабатывается, сейчас сырая гонится. Вы ее перерабатываете. Перерабатывая нефть, вы естественно получаете дополнительный доход. Там, грубо говоря, алюминий вы производите. Сейчас все продается. Тут вы этот алюминий, что делаете с ним? Вы за него производите самолеты. Самолеты, конечно, имеют стоимость в тысячу раз больше, чем алюминий. Естественно. Вот Володин правильно сказал. Такой был на прошлой неделе. Такой был завод авиационный в Саратове, который производил треть самолетов российских, определенных моделей, пассажирских. И этот завод был просто ликвидирован. А вот возродится. То есть люди есть, завод, место есть, технологии есть, ту, илы, слава богу, не ликвидированы. Они просто у единичных экземпляров современных, но они есть. Вместо этих подставок с суперджетами, которые все время падают. Сейчас опять очередной аварийный сел. То есть из ста, которые летают. Так, секундочку. С чего самолетов в мире и каждую неделю какой-то из них аварийный садится, да? Так вот, все, вы запустили Саратовский завод, вы запустили Воронежский завод, вы запустили авиационные заводы, вы запустили станкостроение, судостроение. Запустили, потому что туда пошли деньги. Вот те самые 65 триллионов. И это уже пошла вторая экономическая волна спроса. То есть начали формироваться рабочие места. В эти рабочие места забегали люди вот такие, менеджеры, искать специалистов. А как вы специалиста заманите? Только длинным рублем. Значит, побережал такой из Саратова специалист и говорит, приди к нам на завод. Кем? Там авиационным техникам или там токарем, в конце концов. Там кем-то, да, инженером. А сколько у вас зарплата? Без тебя наш завод не заработает. Поэтому, извини, для тебя 500 тысяч. Все, я пошел. Говорит этот инженер. Бросает там какую-то свою торговую точку на базаре, где он там торгует или где-то ошивается сейчас не по специальности. Или вообще в иностранном государстве работает. И едет на этот завод. Все просто. А без него завод встанет. Значит, ему заплатят. Понятно? И вот это пошла экономика. Рост, 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 рост. То есть, как бы волнами. Первая волна – это полгода, год. Вторая волна – где-то 3-4 года. И дальше плавные наращивания. Общий потолок нашей экономики, исходя из фундамента экономической. То есть, грубо говоря, в перспективе 10-20 лет. Треть мировой. Ну, это 20 лет уже в горизонт. Дальше мы, конечно, приостановимся. Дальше надо наращивать уже будет территорию. Как наши предки всегда и делали. То есть, выходить на экономический рост с учетом приобретения новой территории, увеличения численности населения – это уже перспектива на 30-40-50 лет дальше. Вот такая логика. И эта логика, самое главное в этой логике, что это мы делаем. Не иностранные МВФ нам бумажки присылают, а мы сами. А, естественно, на такие бумажки не пришлет. У нас пришлет бумажки, повышайте процентную ставку, нормы регулирования, и не пускайте рубль в экономику. А мы за вас, нашим долларом, все сделаем, что мы считаем нужно. Ильират продает нефть за 25 долларов в Европу, предлагает. Это почти на 10 долларов дороже, чем наш бренд. Ну, то есть, такой дискот очень серьезный. Дешевле. Дешевле, да. Бренд дороже, чем нефть в Саундской Аравии. Так вот, выдержим ли мы такой дисконт, такое падение цены на нефть? Ведь у нас весь бюджет на нее заточен. Даже если есть резервы, то не вечно. Не путайте бюджет с экономикой. Экономика нефтедобычи в Российской Федерации 9%. Экономика доходового бюджета 50%. То есть, мы эту отрасль повышенно налогооблагаем. То есть, допустим, грубо говоря, если у нас отрасли, не знаю, вот отрасли по производству, это не наш, наверное, калькулятор, по производству калькулятора, ну, условно говоря, матрюша. Не знаю, есть, наверное. Вот она облагается определенным количеством налогов. Так вот, нефть облагается в 10 раз больше. Ну, чтобы было понятно. И, соответственно, у нас гипертрофированное налогообложение по нефти и газу. Причем оно сегодня внутреннее, а не внешнее. А что имеется в виду? Очень просто. То есть, даже если мы не будем продавать нефть совсем, за границу, мы все равно будем получать с нефти высокие доходы в стране. Но не валютные доходы. Конечно, не валютные. Это другая история. Приход валюты, это другая история. Мы ее можем отдельно обсудить. То есть, вот само по себе, да, налоги не зависят вообще. То есть, они привязаны к мировым ценам, учитываются мировые цены, но они вообще не зависят. То есть, грубо говоря, вот иногда спрашивают у нас, а что это в мире нефть упала 25? А что в России дорогой бензин? Только дорожает. А вопрос, почему наши эксперты не говорят о том, что это вообще не связанные вещи? Ну, люди же не обязаны это знать. Ну, вот давайте просто немножко логики. Возьму на себя роль эксперта нефтянки. Правда, логика. Вы производите нефть. Вы лукоин. Значит, вы нефть. Соответственно, вы имеете скважины. В этих скважинах у вас оборудование. Оборудование от падения цены на нефть упало в цене? Нет. Значит, у вас рабочие. Рабочие, грубо говоря, получают 50 тысяч свои. Вахтовики. Они меньше стали получать зарплату? Нет. Значит, транспортировка. Транспортировка. Вам надо, соответственно, тратить энергетику на транспортировку. Обеспечивать трубы. Энергетика. Дешевле стало от мировой цены на нефть? Ну, что, что нет. Тогда вопрос, почему должна подешеветь? Нефтеперегонка и нефтеперерабатывающие заводы. Там те же рабочие, те же трубы. Что там подешевело? Вот, когда Трамп говорит, я заинтересован в нефти по 25 долларов. И действительно, если нефть будет 25 долларов, в Америке бензин подешевеет. Знаете, почему? Потому что Америка его покупает. То есть, если она вчера покупала по 80 долларов, а сегодня стала покупать по 25, естественно, грубо говоря, вы покупали колбасу краковскую в Кракове по 100 долларов, а потом по какой-то причине колбаса краковская в Кракове вам стала продавать эту колбасу по 20. Ваш магазин, который в вашем подъезде. В соседнем. Значит, колбаса будет стоить сколько? Раньше стоило 100 долларов в пересчете, а сейчас стоило 20 долларов. А если вы производите эту колбасу, в какой стати она от того, что колбаса в Кракове упала в цене, у вас она будет так. А, то есть вы про то, что если мы как производители, то нам все равно, сколько там стоит в рознице, если мы для себя взяли и сделали. Ну, естественно, мы производители своего бензина. Соответственно, цены мировые на нефть нас вообще не влияют. Ну, нам же по телевизору рассказывали, что вот цена на нефть растет, 240 там доллару было, 140 долларов в свое время. Поэтому у нас все растет. Сейчас у нас все падает, и эти же самые специалисты расскажут другую вообще историю. Это хиню, это пропагандисты, которые качают людей на дурака. Я про это и сразу задал вопрос. Почему эксперты не скажут народу правду? Наш телевизор врет с утра до вечера. Вот конкретная вещь. Кто у кого есть мозги? Зарплата осталась, цены остались. Почему бензин в России должен стать меньше? Почему он в Америке меньше? Понятно, потому что покупают его дешевле. А в России-то откуда покупают дешевле? Вот если мы закроем свое производство, будем покупать в Саудовской Аравии по 25 долларов, да, у нас он будет дешевле. То есть, по идее, у нас то предприятие, пускай даже Лукойл, я предположу, я думаю, что так, пускай это холдинг, но тем не менее, то предприятие, которое занимается переработкой, перегонкой нефти в бензин, и то предприятие, которое качает эту нефть, по идее, это, наверное, даже разные юридические лица в рамках одного холдинга. То есть, как бы одни у других это дело покупают. И, соответственно, опять же, по себестоимости процесса. То есть, они не могут... А, то есть, они не по мировым ценам покупают? Ну, естественно. Ну, как? Ну, нет, если рабочие согласятся работать не за 50 тысяч рублей в месяц, а за 20, она может, ну, рабочие какие-то это согласятся. Сомневаюсь. Ну, вот и все. Потому что по закону нельзя даже зарплату понижать. Ну, вот и все. Соответственно, как бы, откуда вообще возникнет эффект понижения? Он не может возникнуть. Если вы страна, покупающая бензин, Швейцария, конечно, если вы покупаете бензин, да ладно, Швейцария, Белоруссия, все, вы, если покупали за 80 долларов, нашли за 25, не важно где, конечно, у вас должна цена в бензоколонке упасть. Поэтому давайте спросим у господа из Белоруссии, наших друзей, да, ну, как бы, нас самих, на самом деле, один же народ. У вас цена на ней должна упасть. На бензин. На заправку. Ну, на бензин, да. Вот. А в России нет. Либо России надо закрывать свое производство и покупать на норовом рынке. Все просто. Очень интересный момент есть. У нас сейчас при снижении стоимости на нефть, она в любом случае снижается, стоимость перелетов увеличивается на 10%. И теперь это мотивируется тем, что, да, может быть, там керосин где-то и подешевле, а может нет, не знаем. Но якобы курс изменился, поэтому вот теперь самолеты стоят дороже. Перелет дороже. Это даже, как вот я тут анекдот прочитал. Если цены на нефть в мире поднимаются, в России поднимается цена на бензин. Если цены в мире снижаются, в России поднимается цена на бензин, потому что надо компенсировать все равно внутренними ценами внешние потери. Вот так и произойдет. Если будет цена 25, наши нефтяные компании, лукойлы, все будут повышать цены на бензин в России, чтобы компенсировать свои потери в связи с тем, что за 25 для них уже не рентабельно. Грубо говоря, то есть рентабельно будет где-то, ну они говорили около 30, 35, 25 не рентабельно, значит будут компенсировать за счет граждан в бензоколонках, которые будут платить деньги в бензоколонках. Это получается от сможет бюджета. Так а сможет ли тогда Россия, еще раз возникает вопрос, конкурировать вот в этом мировом дымке на нефтересурсы или нет? Ведь опять, пометьте, Советский Союз вообще рухнул. Нам рассказывают, что экономически он рухнул, когда вот такой же дым был. В Советском Союзе была другая структура экономики и нас обманывают. Это придумывают. То есть, грубо говоря, Советский Союз вообще начал нефть продавать лет за 20, когда он рухнул. До этого ты не продавал. То есть, Советский Союз нефть и газ начал продавать где-то в конце 60-х годов, в 70-х годах. А до этого такой экономики у нас просто не было. И мы как-то жили тысячу лет до этого. Правда, до этого мы продавали мех, пеньку при Петре Первом. То есть, как бы находили другие товары экспорта. Советский Союз продавал. Каждый третий самолет мира был как раз советский. То есть, грубо говоря, мы в КАП-страны не так много их продавали за валюту капиталистических стран. Поэтому продавали за переводную рубль, например. Но вся Африка летала на Советский Союз. И сейчас они еще падают периодически. Тридцать лет прошло, они еще падают. Понимаете? Это же те самолеты. То есть, как бы, но это немножко другая история. Советский Союз вообще не вписывался в рыночную экономику в силу внутренних причин. Это, кстати, слабость советской, ну, грубо говоря, советской власти. Отказ от конкуренции с использованием мировых рыночных механизмов нас ослабляло, конечно. И более-менее американцы пустили нас и КАП-страны пустили нас на рынок только в Сирье. А рынки другие, они тоже вынуждены были пустить. Но они нас, грубо говоря, там придерживали. То есть, больших потоков долларов мы от других товаров не имели. То есть, они проводили определенную политику. И поэтому, когда они, Сирье самая такая легко управляемая часть мировой геополитики. Поэтому они ее подняли, 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 потом обрушили. Типичный метод вытеснения с рынка только примененных геополитики. Это правда. Ну, знаете, как это работает, да? То есть, у вас появляется Ашан в вашем Новгороде, нижнем, где-то в районе, а люди же в магазин не поедут далеко, но рядом должен быть или пойти. Ашан, и он бабахает цену там в два раза меньше, чем цена, которая была до него. Вот эти десятки магазинчиков разоряются, ну, прекращают существование. Они выжидают полгодика за счет кредита, цены держат низкие. Потом они разорились, они цену раз и в два раза рынка старого подняли. То же самое сделали американцы в 95-96 годах. То есть, они нас выманили на рынок, мы подсели на этот рынок частично под валюту, которую мы от Капстрана не получали, а в силу особенностей российской экономики мы очень плохо развивались. То есть, мы не имели, грубо говоря, у нас была проблема внедрения, то есть, была проблема использования передовых разработок, ну, вообще разработок в экономике. Потому что на рынке разработки покупаются, а в Советском Союзе они внедряются. Разницу понимаете? Конечно. То есть, что покупают? Я вот сижу такой, думаю, что-то колбасы хочу. Пошел, купил колбасы, съел. А внедряются, значит, ко мне приходит дядя, и она сильно колбасу впихивает. А я в этот день не хочу. Вот разница. Даже сам терминологически. Конечно, если к вам изобретение внедряют, вы будете сопротивляться. Сам термин означает, что вы сопротивляетесь. Но это особенность советской модели экономики без частной собственности. Это не тема нашего сегодняшнего разговора, это отдельная история. Но логика именно такая. Поэтому сейчас этот кризис, он направлен против России, он геополитический инструмент подавления национально-освободительного решения движения в России и путинской реформы по выходу из подчинения Соединенных Штатам Америки, это именно карательная операция. Только инструмент карательной операции не бомбардировка, как в Иране, или военная операция, как подавление сипайского восстания в Индии, англичане в свое время делали. А это инструмент глобально-политического воздействия. Американцы высушивают всю планету для того, чтобы подавить нашу субъектность экономическую. И за счет этого дать возможность Путин об этом уже предупреждал, уже поговорил, будет внешнее давление, как только я начинаю эти реформы. Он же прямо сказал. Вот он первый сказал, Россия начинает реформы как восстановление суверенитета, верховенство в Конституции, и мы ожидаем попытки внешнего давления. Прямо так и сказал. И началось. После коронавируса, после экономический кризис, падение по нефти, падение по газу, отключение от всей конструкции и так далее. То есть, иными словами, вот, услышав вас, я могу сделать вывод, что нам не стоит бояться краха российской экономики из-за снижения нефти, из-за того, что и в бюджете это не столь большая сатя расходов, да и вряд ли там... Нет, 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 нет. В бюджете это как раз от нефти 50%. У нас упадет бюджет. Просто мы должны понимать, что придется плохо жить. Худрен прав. Вот и все. А как вы хотели на войне? В блокадном Ленинграде наши жители, герои, они понимали, что 125 блокадных грамм это не потому, что, значит, руководство в Смольном, кто там тогда был, Жданок, да, значит, оно такое злое, а потому, что война, потому, что блокада, потому, что голод, потому, что Бадаевские склады сгорели. Ну, как, логично. Вот и все. То, что мы не упадем окончательно, у меня очень есть интересный, я бы сказал, показатель. Если народ массово не вернулся на грядки, знаете, такие, кверху попами, значит, еще не так все плохо. Вот в блокадном Ленинграде грядки были в каждом парке. Ну, понятно, естественно. Вот, видите, вот сейчас так же, та же история. И всех кошек съели. Так и та же история. Поэтому придется войну перетерпеть, ну, в смысле, в ней придется победить, а для этого придется по-другому относиться к своим вопросам. Но при этом, если вы спрашиваете, кто виноват, а тот, кто в течение 29 лет не хотел участвовать в национально-освоительном процессе, в национально-освоительном борьбе за свое отечество, кто от него отказался. Мне вам понравилось, но это же опережением идет на несколько лет, в том числе общественного мнения. Мне понравилось какую-то статью, кто-то опубликовал. И он прямо открытым текстом стал, что возмущаются сейчас значит, падением жизни на уровне те самые люди, которые разрушили Советский Союз, голосовали против него. А сейчас они возмущаются, хотя сегодняшнее падение, все проблемы это результат их решений. То есть человек принял решение, ну, я не знаю, человек там решил работать сварщиком, получает там 100 тысяч рублей зарплаты, если он опытный. решил бы работать олигархом, получал бы 100 миллионов. Ну, это его решение в жизни, да? Его? Ну, вот здесь та же история. Евгений Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с коронавирусом в России. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы все занимаемся каким-то, знаете, самолечением. Нам все время говорят, что самолечением заниматься надо, надо идти к врачу. Вот такое ощущение, как вся страна занимается каким-то самолечением. Здесь запретили чемпионат мира по фигурному катанию, здесь запретили массовые мероприятия, здесь запретили что-то еще, но все это делается кем угодно, чем угодно, но как бы не по линии, я не знаю, Минздраву что ли должно делать. Нет, Минздрав там что-то делает, он нам закупает маски. Нету, имеется какой-то вот этой согласованной единой политики. То есть еще раз, есть МЧС, который, например, объявил, что сегодня будет какой-нибудь шторм, и из-за этого все остальные в исполнении воли МЧС все остальные как бы подсоединяются к этой истории. То есть здесь вот этого единого ядра нет, вот этой позиции единой государства нет. Кто-то запрещает, кто-то не запрещает. Где-то можно, где-то нельзя. В Москве запретили, в Нижнем можно. То есть нету единого согласованной политики. Это почему? Это потому, что проблема не является действительно проблемой, и больше, потому что в России нету национального государства с его атрибутами стратегического управления национальной власти. То есть, грубо говоря, хозяина в России нет. Потому что должность президента это не должность руководителя, это должность координатора вот конституционного. И у него нет инструментария обеспечивающего стратегическую линию. Понимаете? То есть, грубо говоря, все мозги у нас импортные. Вот просто привозят оттуда, ну я не знаю, как причем вот это сказать. Вот вы с Новгорода, Нижнего, да? Но в Нижнем Новгороде есть какие-то государственные организации, какие-то управления, губернатор, Дума и так далее. Они решают задачи, ну, грубо говоря, узкого характера относительно Российской Федерации. То есть, они не могут, да, в Нижнем Новгороде например, определять курс рубля Российской Федерации на бирже. Ну, конечно. Не могут, не могут. За это отвечает Центральный банк. Вот Российская Федерация есть в Нижнем Новгороде. То есть, у нее нету субъектности принятия решений, которые вытекают из стратегии, формирования стратегии. То есть, вся его стратегия вспомогательна. Знаете, то есть, я не могу, как говорят военные, не могу с вами обсуждать вопросы мирного договора, могу только обсуждать вопросы вашей капитуляции. Вот как Жуков говорил. Я не могу обсуждать вопросы мирного договора. Там было Гитлер, когда самоубился, пришли к Жукову и сказали, вот мы теперь новая немецкая провизия, Деннидс или кто, давайте обсудим вопросы, значит, мирного договора и перемирия. Он сказал, у меня неуполномочен, я только по поводу капитуляции. Давайте обсудим капитуляцию, когда будете сдаваться, в какой период времени, мы вас не будем в это время обстреливать и так далее. Вот так и здесь. То есть, субъектности нет этих решений. в институции России поставил вопрос о том, что в России должны появиться органы государственного управления самостоятельного суверенного национального государства, которых просто нет. Как нет валюты. То есть, грубо говоря, у вас тут есть руки, ноги, печенка, селезненка, а совокупности организма у вас нет. Вы голова профессора Дугля. Знаете, да? Голову взяли от одного, голова за границей, а организм тут бегает, как курица с отрубленной головой. Вот на самом деле, вот это тот случай, когда вот по этому коронавирусу, у меня ощущение, что действительно, вот прям это видно вот этого, нет единого центра принять решения на территории Российской Федерации. Кто во что гораст? Потому что, во-первых, для такого центра надо иметь, понимаете, для начала надо иметь мозги. Мозги не в смысле людей с головами, а в смысле органов управленческого характера, в систему. В государстве мозги это институты, таких у нас нет. У нас есть только институты обеспечения управления, а оно иностранное. То есть, грубо говоря, вот тогда к вам приходит бумага из МВР, где я тут у меня бумаги из МВР, вот такие бумаги из Вашингтона к вам приходят, у нас есть институты, которые берут касающийся его какой-нибудь раздел, и этот раздел описывают в виде законов, инструкций и так далее. Это есть. А вот само вот это у нас никто написать не может. А это только экономика, это даже не геополитика. Понимаете? И вообще даже об этом представление не имеют. И это касается всего. Мне вот интересно, вот разместите, недавно я вам послал, у нас хвалит Министерство иностранных дел. Вот просто разместите оценка министра иностранных дел, а это, грубо говоря, член САБЕЗа, то есть фигура политического национального общемирового характера. Допустим, оценка министра иностранных дел ситуации с Северным потоком и с СПГ в Европе и оценка этого же Путина, который как бы его подчиненный. Вы просто разместите рядом, вы увидите, что министр иностранных дел просто считает, что американцы сволочи хотят продвинуть свой СПГ. Вот мы в свое время до Путина эту оценку дал вчера, а до этого мы говорили, ну не может министр иностранных дел политической должности говорить такую чушь. То есть это уровень, грубо говоря, третиклассника, который пошел на совещание в Академию наук. Он хороший парень. Ну, как бы он должен понимать, куда он пошел и какие как бы системы кругозор решения вопросов. Что может сделать третиклассник на совещании Академии наук. Может только о, вы красивый галстук. Максимум. Так и Лавров. Мне Путин вчера говорит, разместите он. Это вопрос глобальной конкуренции нации. Ну, что логично, правильно. Но Путин умный человек, но это не институт. У него нету права своей мозги грубо говоря переформатировать государственное строительство, управляющее органами власти, в том числе правительством. Он координатор. То есть Лавров главнее Путина. Вот чтобы все поняли. Министр Лавров главнее Путина. Потому что министр Лавров власть исполнительная, а Путин не власть. Он координатор. То есть человек, способствующий общению властей между собой. То есть общению Лаврова с Володиным в Госдуме, с Матвиенко, с судами и так далее. Вот способствующий. И если у Путина возникает конфликт с Лавровым по системе, мировоззрению получается, под смыслом, целям деятельности, то Путин не может Лаврову приказать, какие бы там ни были у Лаврова галочки, знаете, говорят, министерство с галочкой или как там с этим, таким, со значком. Нет, не может приказать. он может только Лаврова свести с депутатами, чтобы они между собой выработали политику. А если они с депутатами Лавров не договорятся, Путин даже в этом случае может только обратиться в суд. Интересно, да? Который может принять решение, кстати, не в пользу, который... Да. Вот и все. Нет, он даже не может в суд обратиться со своим решением. Он может сказать, вот у Лаврова решение одно, вот у депутатов другое, уважаемые судьи, выберите из этих двух какое правильное. Он не может сказать, а у меня третье. Вот и все. Это к вопросу о власти. А какая тут стратегия тогда будет? То есть, получается... А это вопросы МИДа, это вопросы... Ну, конкретно, вопросы МИДа, пожалуйста, 50 миллиардов долларов, которые сейчас мы заплатим за ЮКС, это МИД. Да, конечно. Который мог об этом подумать 20 лет назад или 10, или 5. Понимаете, да? Вообще-то мы сами согласились эти деньги заплатить, почему-то, вступив в систему отношений, где стоят подписи наших чиновников, что решение иностранной инстанции для нас обязательно. Газпром, который судится в этом самом... Это МИД с точки зрения системного подхода в этом, в Стокгольме. То есть, это проблема отсутствия у нас страны, отсутствия у нас государства. У нас просто нет государства. Потому что колониальное государство не есть полноценное государство. Это инвалид. А для инвалидов олимпийских игр нет. Для них параолимпийских игр. Мне вообще очень понравилось здесь с этой точки зрения, если посмотреть... Немножко отличенное. Не хотелось бургать МИД, хотя придется это сделать. Посмотреть, кто сейчас выстраивает взаимоотношения с другими странами. Мне кажется, это создается такое ощущение, что председатель Госдумы вместе с Путиным, кстати, во вторник выстраивает взаимоотношения с Украиной, например, почему-то. То есть, не МИД, другие люди. Какие-то люди из администрации президента выстраивают в Белоруссии, кто-то еще. На самом деле, МИД работает по формулам, присланным из-за рубежа. Это его функция. Это, на самом деле, я не ругал бы здесь МИД. Я просто объясняю, у нас все-таки контекст конституционной реформы по суверенитету, что это и есть российская конституция. То есть, Лавров ее полностью удовлетворяет. Он работает, как ему приказал российский народ в 93-м году. Это его функция быть дураком. Понимаете? Так написано, что мозги должны быть не у тебя. Ты исполнитель. Исполнительная власть, да? Мозги должны быть в Соединенных Штатах Америки, за границей. Они должны вырабатывать смыслы деятельности исполнительной власти. Я еще раз, я цитирую российскую конституцию. То есть, получается, что, извините, о своем примере с коронавирусом, получается, что через неделю, через две, через месяц, через этот промежуток времени какая-нибудь международная организация, считай, американская, типа там, международная система здравоохранения, там кто-нибудь еще выдаст методичку по коронавирусу и после этого будут принимать все органы государственной власти в Российской Федерации. Да, да, и мы будем делать то, что нам прикажут. То есть, сейчас это у нас, извините, самолечение, каждый сам по-своему устраиваем, не устраиваем акции, делаем, не сделаем, проводим, проводим. А тут будет единая методичка, которая придет оттуда. Сейчас у нас пиар. То есть, грубо говоря, на уровне исполнения можно придумать для пиара. Для реальности нельзя придумывать. Потому что для реальности должны быть специалисты в соответствии с Конституцией иностранные для нас. А вот для пиара нам разрешили. Говоря, ну, понятно, вы там солдат в армии, вы обязаны там ходить в форме, ходить в строем, спать там, с 10 вечера до 6 утра, все по графику. Ну, крестик нательный можете носить, глубоко его спрятав. Вот у нас есть это право на пиар, как нательный крестик. Ну, нету права не подчиняться вертикали американской власти. Собственно, Путин об этом и сказал, говоря о том, что российская Конституция не имеет приоритета в российском правом пространстве. Вот это и есть. Эти слова в переводе на юридический язык. Евгений Васильевич, возвращаясь к теме Конституции, сегодня были голосования о региональных парламентах, я, к сожалению, не готовился сказать во всех или не во всех, может быть и не во всех. Две трети уже есть, да? Ну, да, две трети... Я знаю, все дали восточные, подбежали. При этом очень интересно было при голосовании в парламенте Якутии, когда глава парламента выступил категорически против поправок, но парламент все равно проголосовал за. Вот. То есть разрешите болтать ему разрешили, но вежливый человек там из-за занавесочки там, видно, громко щелкал затвором, и это как бы повлияло на парламентария. То есть вот как раз хотелось бы разобрать сегодняшнее голосование. Во-первых, стоит отметить, что КПРФ рекомендовал своей партии, ну, если это депутатам на своей партии, не голосовать, а многие при этом КПРФ все равно проголосовали, и, знаете, начали говорить о том, что... А часть проголосовали против. Да. Да, на принятии Союза Федерации от КПРФ. Собственно, КПРФ и рекомендовали либо не голосовать, ну, там, либо, может быть, там против, если не готов сказать. Но сама суть, что некоторые из КПРФ все равно запролосовали, то есть здравый смысл взял вверх. Ну, конечно, есть раскол на патриотов, сторонников Отечества и пятую колонну американских луев, в том числе и в КПРФ. И при этом сегодня заговорили о том, что вот эта вот партийная дисциплина, она в России не работает, что ли, или, может, в КПРФ не работает. Не работает. Но, вспомните, сегодня же был случай там с депутатом, который не так проголосовал в федеральном парламенте, там, якобы, в регионах почему-то... Давайте по-другому спросим у вас. По-другому. Есть ли хоть один коллектив, где бы не было нарушения дисциплины? Ну, просто любой. Производственный. Ну, в вашем коллективе всегда это есть, конечно. Ну, просто невозможно. Человеческое существо таково, что обязательно кто-то, ну, будет нарушать инструкции. Даже еще раз говорю, в воинском коллективе за это наказывают, а на войне иногда расстреливают. Не было бы нарушений, не было бы расстрелов, да? Ну, так, да? Поэтому есть нарушения всегда... Почему вы считаете, что депутатские коллективы или партийные коллективы, где партийная дисциплина, фракционная, они другие? Это всегда есть сопровождение нарушениями. И КПРФ здесь не исключение. Другое дело, что это на систему не влияет. Вот на систему у КПРФ... КПРФ, когда формировали парламентское большинство, кстати, Володин об этом часто в последнее время стал говорить, тогда да, когда требования к партийной дисциплине и фракционной КПРФ были очень высокие. Когда они не формируют парламентское большинство, то у них другая роль. У них нету роли, что от их решения зависит решение органа, предусмотренного в Конституции, парламента, Госдумы и так далее. Понимаете? Соответственно, они, в принципе, могут дать команду голосу, кто хочет. И это на орган не скажется. Ну, не знаю, вот, чтобы люди поняли, представьте, сидит такой вот в полиции дежурный полицейский на входе. Знаете, такой сидит, когда вы входите, он сидит там на всех, говорит, вам что, заявление там, что-то еще там, пишите вам, пишите, я возьму. И вот он сидит и вот эти заявления пишет. Потом у него, его дежурство закончилось, он пошел в бар и начал пить пиво. Один и тот же человек ведет себя одним образом в окошечке в определенное время и в форме. И другим образом вечером на пиве, где он там пиво выпил, гульнул, упал, в хлам пьяный, все что угодно. Это человек один. Но в одном случае он находится под определенной дисциплиной, а в другом случае у него никто его не ограничивает. Можешь напиться в хлам в этом баре. Ну, только если начнешь кого-то бить, тогда возникает другая история. Вот так и здесь. Если ты входишь в парламентское большинство, у тебя особые требования к твоей вот как к нему на посту. Если ты в парламентское большинство не входишь, то к тебе меньше требований. То есть они тоже есть, но они руководствуются не уже не соображениями конституционного характера, а соображениями пиар характера. А пиар соображения значительно мягче, чем конституционные. Понимаете, да? Твоё личное дело уже, как ты с женой разговариваешь после окончания службы. А на службе, пожалуйста, воротничок, галстук, если не воротничок, строгое следование инструкциям, неправильно отреагировали на гражданина выговор и всё такое прочее. Вот простая вещь. То есть получается, что есть другой момент в сегодняшнем дне, это уличная активность. Я напомню, что вчера, естественно, после голосования НОД объявился российскую акцию, именно депутат поддерживали бисцит, и по всей стране НОДовцы сегодня с утра прямо с самого 9 утра совсем с утра вышли с пикетами с требованием поддержать конституционную реформу. При этом стоит отметить, что сегодня может быть нашу акцию посмотрели и представители пятой колонны пошли в некоторых городах в Нижнобурге, в Екатеринбурге, например. Хотели пойти, но как раз таки где-то пошли, где-то получили. Не потому, что нашу акцию посмотрели, а не пошли, потому, что их поднял тот же Ходорковский из Соединенных Штатов Америки. То есть им надо раскачать ситуацию. Им нужно не пустить народ на плебисцит и сорвать конституционную реформу Путина по восстановлению его суверенитета. Причем это начало процесса. Еще раз говорю. В принципе, если бы им угрожало, они бы пришли миллионы. Поскольку не угрожало, то пришли только самые сознательные из пятой колонны, которые как бы в жестком ядре пятой колонны находятся. И не потянулись олигархи, ну многие-то. Соответственно, они как противники вышли. Другое дело, что благодаря ноду мы улицу-то держим. Ее перехватили. То есть они пришли, столкнулись с нодом. Вынуждены были где-то прятаться вот как у Думы. Тут пикет нода стоит у главного входа. У входа с Георгиевсом стоит пикет нода. Пятая колонна где? За третий подъезд куда-то там в театр убежала. Почему? Что тут не подлезть. Вот там агент бумажки свои тыркают. Но при этом ноду-то ведь убирали с улицы, старались, а всякие там другие организации вообще пропали. Это к слову о том, что а если бы ноды не было? А если бы они победили? Это все. А в пятой колонне я вам скажу секрет. Роди личности в истории. История имеет свои законы. И эти законы востребуют личность. Вот история России имеет свои законы. И эти законы востребовали ноду. Ну как у любого государства. Поэтому нода объективное явление. То есть если бы не было нода в лице персонали наших штабов, все равно бы был нод Российской Федерации, Советского Союза. Все равно он был бы. Только это были бы другие люди. Или те же люди, но по-другому назывались. Не с Георгской ленточкой, а там с красным знамением. Это объективный процесс. То есть борьба за свободу отечества объективный процесс. Исторический объективный процесс. Поэтому мы являемся, если хотите, персонификацией этого процесса. То есть, извините за этот термин. То есть, участники национально-освоительного движения это как солдаты Великой Отечества. Они бы были все равно. Если бы не было Сидорова или Петрова, был бы Иванов или там Карпович. Они бы были все равно. Потому что они есть проявление борьбы русского народа за выживание на планете Земля. Вот нод проявления борьбы русского народа за выживание на планете Земля в форме борьбы с оккупантами, временно захватившими нашу Землю. И в этом плане мы говорим всегда Путин лидер нода. Но он лидер, потому что он нодовец. И поэтому он президент. Поняли? Не потому он лидер нода и нодовец, что он президент. А он президент, потому что он лидер нода и нодовец. Он был востребован историей. И Володин сегодня правильно сказал, что я согласен с ним, когда он сказал сегодня хорошую фразу по поводу того, что у России главное достояние не нефть и газ. Там цены на него могут скакать. Главное достояние это национальный лидер, который востреб... Но при этом я хочу сказать, что это не случайность. То есть появление Путина в нашей истории не случайно. Или эта случайность как-то у нас часто повторяется. Нужно нашей истории появляется Путин. Нужно нашей истории появляется Сталин. Нужно нашей истории появляется Екатерина. Нужно нашей истории появляется Петр Первый. Нужно нашей истории Иван Грозный. А чего это так часто-то? Ну, с точки зрения вероятности. Знаете, иногда говорят, повезло старем или там с кем-то не повезло. Это люди не понимают, как устроены исторические механизмы. Живой организм нации живой организм сам рождает лидеров. Их востребует. Лучших людей отбирает в своей внутренней системе и формирует из них лидерскую позицию. И это объективный процесс. Исходя из потребности той или иной нации, в тот или иной... Выжить на планете Земля. Конечно. Нет, конкретно выжить на планете Земля. Только иногда для этого требуются лидеры, когда жестко обостряется борьба. А иногда можно и расслабиться. И тогда... Приходит не особый лидер. Не особый лидер приходит. Да, абсолютно точно. Собственно, всегда говорили, что поэтому именно в момент максимального напряжения Россия, не важно, царская, советская, нынешняя, другая, она всегда консолидировалась вокруг одного человека и всегда побеждала. Именно в этот момент. Но она консолидировалась, а для консолидации нужен человек, конечно. который будет непосредственно принимать параллельнические решения. Вот сегодня он Путин. Хотя, еще раз говорю, он не есть власть. То есть понимаете, да? То есть, грубо говоря, на его месте мог бы быть кто-то другой. Например, там, председатель Госдумы, у которого полномочий больше, чем у него в сто раз. Или там, Советы Федерации, или правительство. Вон, вспомните, как пошел этот... Председатель правительства было одно время, как Примаков. Чуть Ельциным не сожрал. Ну, реально, потому что он власть. Но из всей верхушки страны на определенном этапе система национально-освободительного движения русского народа выбрала из узкой даже группы Путина. Потому что он реализовал себя как жесткий лидер. Как в свое время Сталина. Кто был Сталин? Ну, кто такой Сталин? Каторжник. Когда-то Каторжник. А потом один из... Всего лишь министр этих самых национальностей. Ну, просто министр. Один из министров, которых там было сколько? 18 или 17 человек. Почему он стал главным? Ну, почему он? А что, другие были хуже? Троцкий был, вообще-то говоря, по-ярче. Из большей поддержки за рубежом. Ярче Троцкий был. Троцкий так выступал, как Сталину и не снилось, извините меня. Ну, объективно. Скажем. Он был настоящий, как бы это сейчас сказали. Ну, нет, как бы сейчас сказали. Лома, да. Лидер общественного мнения. Троцкий. Понимаете, да? То есть, просто завораживал людей. Ну, раз-раз-раз-раз России потребовался Сталина, чтобы остаться в живых, оказался Сталин. Один из двадцати. Что он был? Создатель этой самой партии большевиков? Нет. Ну, тогда что? Русскому народу потребовался, видишь? И он его нашел. Выбрав вначале из тысяч, потом из десятков, потом из двух-трех. Вот так и Путин, если уж так выслушать, так сформулировал. И вот это и соединилось. И Володина абсолютно прав. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Спасибо вам.